Открытый марафон объединил студентов четырех Самарских и одного Тольяттинского вуза. Члены общественного совета при областном госнаркоконтроле открыто отвечали на вопросы молодежи о наркомании, алкоголизме и других вредных привычках. В студенческой среде не все благополучно, хотя сейчас стало модным быть здоровым и подтянутым. У меня тоже были такие знакомые, которые и курили, и все, но когда они вот нашли все эти силы, начали заниматься, у них были какие-то идеалы, они начали видеть себе результат. Чтобы больше ребят выбирали здоровый образ жизни, общественный совет организует волонтерские акции. Известные люди ездят с группами поддержки по городам и районам губерния, организуют профилактические рейды и знакомят молодежь с интересными видами спорта, агитируют заняться творчеством. Уже около 10 тысяч человек объединил проект «Пусть всегда буду я». В нашем проекте, как мы называем такой девиз, сверстники с верстником. То есть в нашей команде молодые ребята, которые разговаривают с ребятами на одном языке, которые показывают пример, чем можно заняться и вообще, как здорово вести здоровый образ жизни. Волонтерские акции продолжатся. По статистике в Самарской области более 30 тысяч наркозависимых. Больше двух тысяч из них в возрасте от 14 до 30 лет. В регионе работают четыре центра профилактики наркомании в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Также работают 17 центров здоровья. Один из них создан на базе Самарского медуниверситета. По мнению экспертов, наркоманию лучше предупредить, чем потом лечить. Единными, например, силовыми методами никогда наркоагрессию не победишь. Поэтому надо объединять все усилия, то есть органов исполнителей, законодательной власти, общественных организаций, религиозных конфессий. Только все мы сообща можем победить эту заразу, как наркотики. Все, кто столкнулся с проблемой наркозависимости, могут круглосуточно обращаться на телефоны горячей линии, которые вы видите на экране. Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События.